Не каждому судьбой уготовано пройти одно из самых тяжелых испытаний в начале жизненного пути. Именно так совсем еще юношей Иван Гапич отправился добровольцем на фронт, оказавшись в центре переломных исторических событий. Лицом к лицу он встречается со смертельной опасностью и людскими потерями, сохраняя при этом веру в неизбежную победу над врагом. В эти страшные часы как никогда наступало осознание того, насколько хрупка и бесценна человеческая жизнь и насколько дорог мир, наполыхающий в огне земле. Фронтовые будни мелькают словно калейдоскоп. Иван Гапич принимает участие в боевых операциях отряда, громящего фашистские гарнизоны и комендатуры, и уничтожающего склады с боеприпасами и продовольствием неприятеля. Бои не утихают, на дальних рубежах продолжают разворачиваться жестокие сражения. Герой нашего повествования участвует в освобождении Польши, Чехословакии и Украины. За образцовое выполнение боевого задания в тылу врага он награждается медалями за отвагу, за взятие Кенигсберга, за победу над Германией, а также орденами красной звезды и славы третьей степени. После демобилизации Иван Гапич, с детства мечтавший стать юристом, поступает в Алматинский юридический институт и после завершения образования посвящает свою жизнь служению в органах прокуратуры. Более 35 лет Иван Степанович стоит на страже закона и порядка, внося огромный вклад в процесс восстановления страны. С октября 1956 года по июль 1960 он работает заместителем прокурора Южно-Казахстанской области, после становится прокурором Кокчетавской области. С мая 1965 по январь 1966 исполняющим обязанности следователя по особо важным делам прокуратуры Казахской ССР. 12 января Герой войны назначена должность первого заместителя прокурора Западно-Казахстанской области. Проработав на этой должности более 20 лет, в ноябре 1986 года Иван Степанович уходит на заслуженный отдых. За свой огромный самоотверженный труд он награждается нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры», медалями МНСС Казмиты Ушин 1, 2 и 3 степени, орденом Курмет, званием «Почетный гражданин Уральска». И в преддверии празднования 75-летия Великой Победы Ивану Степановичу Гапичу вручается еще одна почетная и памятная награда. Государственный орден славы дан к второй степени. По представлению генерального прокурора, указом президента нашей страны, вы награждены за ваши заслуги орденом данных второй степени, за ваши заслуги, за ваш героизм во время Отечественной войны, за ваш доблестный труд во время службы органов прокуратуры, защиты конституционных прав граждан Республики Казахстан. Вам желаю я крепкого здоровья, семейного счастья, можно сказать, и долгих-долгих лет жизни. Вы всегда были с нами, и с вами мы всегда победим. Поэтому еще раз поздравляю вас, вручаю орден. Разрешите, чтобы вам не только передать, надеть, вручить настоящий орден. Мы гордимся, что мы с вами работали, что мы гордимся, что вы работаете, работали у нас в прокуратуре. Вы сегодня есть 35 лет. Самый молодой прокурор области, 32 года, по-моему, стали прокурором Кашатайской области. Мы гордимся, на вас мы равняемся. Спасибо. По поручению генерального прокурора страны нам выпала такая возможность вручить вам высокую государственную награду, орден до второй степени, который вы награждаетесь указом президента Республики Казахстан. Несомненно, не хватает описать даже сложными словами ту радость, которую мы сегодня испытываем, находясь с вами рядом в эти знаменательные для нас дни. День защитника Отечества, 75-й годовщины, Великой Победы, Великой Отечественной войны. Эти даты, Иван Степанович, вы знаете, они не просто календарные дни, они высечены в наших сердцах, поэтому мы каждые майские праздники с нетерпением ждем, чтобы еще раз прийти к вам, поздравить вас и наших ветеранов. Низкий вам поклон, наша благодарность безгранична. Генеральный прокурор страны, Нурдавлетов Гизат Даврин Бекович, сердечно поздравляю вас, сказал, что вы являетесь ярким, вдохновляющим примером самоотверженного служения, укреплению законности, настоящее трудолюбие, истинного патриотизма. Ваш жизненный опыт, несомненно, заслуживает самую высокую награду, и в подтверждение тому, сегодняшняя высокая государственная награда орден дан второй степени, которой вы награждаетесь указом главы государства. При встрече с коллективом прокурор Западной Казахстанской области, как вы сказали, нет больше счастья, чем жить в мирное время и в мирной стране. И этот мир нужно беречь, этот покой нужно укреплять единственным и согласием всего народа Казахстана. А на вопрос, а что самое сложное, трудное в мирное время, вы сказали, что если ты любишь свою работу, что если ты любишь трудиться, то все трудности, они легко преодолимы. И вы знаете, вот ваши слова для меня, для наших сотрудников, для подрастающего поколения стали настоящими словами Созидания. и превратились в принципы нашей жизни. Мы вами гордимся, не только как ветеранам Великой Отечественной войны, не только как участникам исторического события, парада в 45-м году, который проходил на Красной площади, но и самое главное, как нашим наставникам, как почетным работникам органов прокуратуры, как ветеранам органов прокуратуры. Вы прошли долгий путь, дай Бог, чтобы вы жили долго и долго. Вы начинали со следователя, дослужились до прокуратуры области. Вы наш пример, образец подражания. Долгих-долгих лет вам жизни. Еще раз с праздником вас, дорогой Иван Степанович. Спасибо. Большое спасибо. Я прошу передать мою сердечную благодарность президенту нашей республики, Касым Жамар Токаеву, и генеральному прокурору Гизату Дауренбековичу. Дауренбекович. Большое спасибо за высокую оценку моей и прошлой, и настоящей активной деятельности по воспитанию, особенно молодежи, которым надо привыкать чувство патриотизма, любви к Родине и к защите нашего Отечества. Ветерану Великой Отечественной войны Ивану Степановичу не раз приходилось сталкиваться со сложными и переломными моментами. На войне подчас каждое опасное боевое задание могло стать последним в жизни. А в мирное время необходимо было преодолевать тяготы послевоенных разрушений. Но такова была цена за мир и развитие не только нашего народа, но и всего мира. Бүгін мемлекет башысының жарлығы мен бас прокурордың ұсынсын мен біздің жерлесіңіз майдангер Олотан соғысының ардагері Иван Степанович Гапич жоғара мемлекеттік награды мен екінжі дәрежелі орден мен данқ орден мен наград талды. Иван Степанович Гапич тарал айтатын болса, өзлеріңізге білесітер Олотан соғысынан кейінгі жылдары Мемлекетіміздің нұғайуына өлес қосып көртеген майдангерлеріміз айтылық қоқаңдық бақыттады жұмыстеді. Соларын ішінде қорға орғандарында заңылықты нұғайтуға бақытында біршама майдангерлер жұмыстеді. Олардың барлығы біздер үшін қақырмандар. Соларын ішінде Иван Степанович Гапич бір бөлек төгі болып біз үшін тұра береді. Иван Степанович Гапич соғыстың бірінші күндерден бастап, жегіз күндердейін байлық соғыстың қиын кезеңдерін бастан кешірді. Оның ерліктері үшін көптеген медалдармен, ордендермен ағыратталды. Оның ішінде кейнізберті алған үшін Германиян женгендегі үшін ерлігі үшін медалдары Қызыл жылды сияқты ордендермен ағыратталды. Бүгінгі таңда енді айтағыда айтатын айтып өтеуді қажет Иван Степанович Гапич тарихи женгіз парадына 45-шылы қызылаланда қатысты. Біз прокуратура қызмет келімен кезіктен кезе Иван Степанович сұрайтын боламыз әрқашанды. Осында тарихи женгіз парадына қатысуға осы Иван Степанович түң қалай осы солдаттардың арасына үріктөден өткендік тұрала. Бұл өзінің қарапайымдылығы мен әрқашанды бізге қысқа да өзің қа жауап береді. Бірақ дегенмен біз бізлеміз. Бұл женгіз парадына қатысу үшін тек қана солдаттардың жауынгерлерінің тек ерлігі емес. Олардың жауынгерлігі емес. Олардың алған медалдерімен ордыңдер емес. Сонымен қоса, оның бүкіл оса нағыз тұлға ретінде, нағыз сұқты келбеті, адамық қасеттердіне үлкен жоғары талаптар қойылды. Осы талаптардың барлығына біздің Иван Степанович тоғылығы мен сәйкес келді. Міне біздің майдан керіміз осындай. Және біз осындай майдан керімен Иван Степанович пен прокуратура орғаның қызметкерлері әрдайым мақтан етеміз. Асыресе, ол біздің текелей тәлімгеріміз болғандығына мақтан етеміз. Олсы прокуратураның құрметті қызметкері, прокуратураның құрметті арда кері. Қазырғы таңда Қапич Иван Степанович құрметті демалыста, бірақ оған қармастан. Қоғамның барлық саласында белсенді жұмыс атқаруыда. Тек прокуратура қызметкерімен емес барлық мемлекеттік органдарымен, жастарымен, қоғамдық білісіптерімен кезесе отырып, өзінің өмірінің қасиби тәжірбесімен бізмен бөлісіп отыр. Ал ең басысы жастарды отан сүйгіштікке өз ісінің адалдығына үретіп солардыға жүректеріне сүндіріп жүр осы қасиеттердің барлығын. Иван Сипаныш Гапичтің өмір жолы бұл үлкен марапатқа е болатын сөзсіз. Сол сөйіктіре бүгін мемлекет башысын жарлығымен ол кісі осы жоғары мемлекеттік наградыға данқ орденімен марапатталды. Біз Иван Сипаныш Гапичке ұзақ жылдар тілеміз, мұл бағыт тілеміз. Ол кісіна және басқады барлық қоса сөксіз әдегілерін. Басы бағылыған күттап олардың әлді қуаныштары қосылмасындеп нет тілеміз келеді. Вы знаете, что многие участники Великой Отечественой войны послевоенное время так же, как и воевали, стойко, достойно служили дели укреплении законности и правопорядки. И все они для нас являются героями. И среди таких героев сегодня среди нас наш земляк, ветеран войны, почетный работник органов прокуратуры Иван Степанович Гапич. Иван Степанович Гапич прошел весь боевой путь Великой Отечественой войны. За отвагу, за героизм был награжен медалями и орденами. Среди них можно назвать медаль за взятие Кеннезберга, медаль за победу над Германией, за отвагу, ордена славы, ордена Красной Звезды. Он один из тех миллионов солдат, кто приближал День Победы как могли. Иван Степанович участвовал в историческом параде Победы, который проходил на Красной площади в 1945 году. И при встрече с коллективом, когда мы спрашиваем об этом историческом событии, и как среди немногих солдат ему удалось попасть в состав тех солдат, которые с гордостью прошагали по Красной площади, он скромно и коротко всегда отвечает. Но мы-то знаем, чтобы попасть в состав этих солдат был жесткий и очень сложный отбор. Там не только учитывались заслуги боевых ордена, а солдат должен был соответствовать всем моральным требованиям, всем высоким требованиям, иметь физические данные. Одним словом, он должен быть олицетворением воина-победителя. И вот наш Иван Степанович семь этим требованиям и полностью соответствовал вот такой наш дорогой Иван Степанович. И мы, сотрудники прокуратуры, очень гордимся Иван Степановичем. Не только тем, что он является ветераном войны, участником великого парада, но и тем, что он является нашим наставником, почетным работником органов прокуратуры. Сегодня Иван Степанович находится на заслуженном подыке. Он после военных годов проработал в нашей системе органов прокуратуры. Возглавлял в различных регионах нашей республики прокурорский, работал в различных регионах нашей республики системе прокуратуры. Прошел большой профессиональный путь от рядового следователя органов прокуратуры до прокурора области. Сегодня он находится на заслуженном отдыхе, но несмотря на это принимает активное участие в общественной деятельности. встречается не только с сотрудниками прокуратуры, но и в том числе и другими представителями общественных организаций с молодежью. Делится с ними своим богатым профессиональным опытом, жизненным опытом, а самое главное учить их беззаветной любви к родине и честному служению своему долгу. Жизненный путь Ивана Степановича несомненно заслуживает высокой награды, поэтому по представлению генерального прокурора сегодня указом главы государства он огражден высокой государственной наградой орденом Данг второй степени. Мы поздравляем Ивана Степановича с этим праздником. Мы поздравляем всех ветеранов и желаем им крепкого здоровья, долгих-долгих лет в жизни. Низкий им поглон. Вполне заслуженно чествая подвиги и трагедии военного времени мы слегка оставляем за кадром последующую жизнь ветеранов, дальнейшие перипетии к зачастую яркой судьбы. Нашему современнику Ивану Степановичу Гапичу удалось проявить невероятную стойкость и мужество в решающей битве за жизнь будущих поколений. И что не менее важно принять активное участие в возрождении мирной послевоенной жизни. Именно за этот бесценный и героический вклад. Потомки будут вечно благодарны своим героям. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok